Аркадий Александрович Пластов Советской художественной критики Назывался певцом колхозного крестьянства Поначалу это так и было Его разнузданная картина «Колхозный праздник» с невероятным изобилием Выставленный на столах красночной закуски С беззаботным весельем колхозного крестьянства Оказавшегося, как пишут в современных северокорейских журналах В теплых объятиях партии Кажется остановившимся кадром Знаменитого, показушного Сталинского фильма «Кубанские казаки» Однако последующая творческая история Пластова, прожившего большую часть своей жизни В родном симбирском селе Рислониха И написавшего 10 тысяч картин и рисунков В большинстве своем на деревянскую тему Сильно поголебало это общее первоначальное впечатление По-видимому, тихое отступничество Пластова От магистральной темы победы колхозного строя Было замечено советской критикой И его сталинского лауреата Кстати, получившего премию в 1945 году За довольно безидений с точки зрения социалистического реализма Картины «Синокос» и «Жатва» Критиковали так, что этот осторожный человек Позволил себе, правда, после смерти Сталина Даже возражать критикам В секретной записке отдела науки и культуры ЦК КПСС за февраль 1954 года О нездоровых настроениях среди художественной интеллигенции И о некотором оживлении влияния буржуазной идеологии Особо отмечено, что в ряде случаев дело доходит до проповеди О политичности, безидейности искусства И восхвалению упадочного западного искусства И что имеют место неправильные высказывания О роли советской критики в развитии искусства Так как художники Пластов и Кацман Выступили на сессии Академии художеств СССР в декабре 1953 года С требованиями об уздании критики Кацман заявил Мы больше не пустим грязный сапог критики в чистый храм искусства Президиум Академии художеств должен поставить задачу Изгнать торгующих, то есть критиков, из храма искусства Великолепные полотна и акварели Аркадия Пластова Этого ученика Корина, Васнецова, Архипова Сделали его Венециановым XX века В его произведениях почти нет ничего от колхозов, железных коней, порторгов Победителей в соцсоревновании повышенных худоев, молотов, фапоросов, отелов И всего того, что ассоциировалось с победой социализма на деревне А в сущности с разорением и мучительной гибелью этой деревни В картинах Пластова мы видим в основном только тяжкий физический труд людей В поле с сахой и серпом, на таку с примитивной молотилкой А также скромный быт и незатейливый отдых земляков И во множестве портреты простых, совсем незнатных христиан, старых детей Среди всех этих полотен истинным шедевром навсегда осталась трогательная картина весна Примечательно, что колхозники Пластова, современники индустриализации и чкаловских перелетов Обуты в лапти, никакая это не архаизация Тот, кто знает повседневно сталинской глубинки, не усомнится в правдивости Пластова Лапти и колоши и шин там вышли из моды лишь к началу 1960-х годов Но все-таки особое место в наследии художника занимает необыкновенно популярная картина «Фашист пролетел» Первоначальное название «Немец пролетел» Написанное Пластовым в 1942 году Позже он говорил о внутренних мотивах, побудивших его, живущего в тылу человека Написать эту картину Осень тогда у нас стояла тихая, златотканая, удивительно душевная И вот что-то пришло, непомерно свирепое, невыразимое по жестокости Надо было сопротивляться, надо было кричать, чтобы проснулись даже мертвые Надо было это чудовище показать во всем его обличье Нет сомнений, что эти чувства отчаяния, ощущения беды Хотя и не в такой идеализированной форме Явно отшлифованные у Пластова последующим успехом картины Охватили в то время великое множество порядочных людей Мать автора этих строк, тогда юная девушка, прожившая всю войну в тылу Ярославской области, вспоминала Что просыпаясь каждое утро, она испытывала какую-то непонятную горестную тягость, которая с первым же мгновением дня владевала душой и сразу сознание вспыхивало Ах да, война идет И так каждое утро такую душевную тягость испытывала вся страна Точнее, все порядочные люди до самого победного мая 1945 года Действительно, это была необычайная война И не только по масштабам потерь и ожесточения, но и по нравственному напряжению души целого народа Которая вдруг ощутила реальную опасность для своего существования на земле Это была истинная война за независимость и свободу Вместе с тем людьми владело чувство, что они столкнулись с какой-то иной чудовищной, будто сказочной вражеской силой Которая обрушилась на них с нечеловеческой жестокостью и поразительным машинным бездушью Пластов отразил обыденную, повторяющуюся тысячу раз сцену той войны с нелюдями Так же, как на картине, немецкие с черными крестами на фюзеляже и включенные сиреной В одиночку и парами на бреющем полете безнаказанно и хладнокровно Даже без видимой для военного дела пользы гонялись за одиноким, бегущим по полю новобранцем Безжалостно расстреливали толпы безоружных беженцев, женщин, детей, сих, скотиной и жалким скорбом Точно как на учении клали бомбы на санитарные поезда с отчетливо видимыми сверху красными крестами на белом поле И этого пришельцам невозможно было простить И тогда миллионы людей вдруг испытали непривычное в их обыденной жизни чувство жгучей, незатихающей ненависти Желание во что бы то ни стало убить этого выжидка, расстрелявшего невинного пастушонка И тем нарушившего элементарные законы человеческого общежития Именно об этом и писал Пластов А еще ярче он это сказал своей картиной Осень По высокому голубому небу плывут белые пушистые облака Небольшая рощица тонких белоствольных березок расположилась на склоне с левой стороны полотна Яркие, желтые, золотисто-рыжие листочки трепещут на ветру Теклое солнце пригревает землю Чудесно тихий денек Но стоит смотреться и чувствуешь, как мурашки начинают бегать по коже Прямо перед нами в правом нижнем углу картины лежит маленький пастушок Неловко вывернув руку Поджаты худенькие ноги в темных штанах Старенькая, выцветшая, серо-коричневая одежда малозаметна среди рыжилой высохшей травы Смертельная бледность разлилась по детскому лицу Кровь стекает на землю по темно-каштановым волосам Отходился в сторону кумут Выпавший из руки, рядом лежит слетевшая с головы шапка Яркое пятно, на переднем плане полотна Маленькая, лохматая, черно-белая собачка Она тоскливо воет, подняв мордочку к небу Где в синей дали тает силуэт фашистского самолета Пролетая над мирной землей, выпустил он очередь из пулемета И никогда уже малышу не бегать по земле За тех звук мотора на пригорке остались лежать убитые коровы Уцелевшие овцы сбились в кучу, тревожно вдыхая воздух А вокруг по-прежнему бескрайне шире зеленеющих озимых полей Высокий сток сена, дорога, раскисшая от дождя Уводит к горизонту коричневые ветки кустов И маленькие нежно-зеленые елочки Выделяются на фоне пожелтевшей травы И только вой собаки нарушает тишину осеннего дня Приглушенные неяркие краски Холодные синевато-зеленые тона Спокойные желтовато-оливковые серо-коричневые оттенки Рождают чувство печали и сострадания При взгляде на полотно остро ощущаешь трагедию и ужас войны Но вместе с тем растет уверенность в том, что русский народ выстоит в этой борьбе Картина призывает к тому, чтобы это никогда больше не повторилось Существует устойчивая легенда о том, что полотно немец прилетел Способствовало открытию в 1944 году Второго фронта Действительно, картина была привезена в 1943 году Советское посольство в Тегеране, где состоялась встреча лидеров антигитлеровской коалиции И было принято окончательное решение об открытии Второго фронта И высадке десанта во Франции Картина Пластова висела в комнатах, где работали и отдыхали Премьер-министр Великобритании Черчилль и президент США Ружбет И якобы она произвела на них неизгладимое впечатление своей безыскусностью и трагизмом И хотя, по всей видимости, тронуть сердца этих людей в своей деятельности, исходивших исключительно из прагматических соображений Было непросто, но кто знает, какой может быть последняя песчинка, после падения которой рушится скала И еще, рядом с картиной Пластова мысленно хочется повесить страшное палату Дейнеги Взбитый ас, как воплощение праведной мести, все-таки настигшей нелюдь Продолжение следует... Продолжение следует...